Араша, Вера, давай тогда начнем. У меня энергия, в принципе, нормальная. Давай тебя, наверное, первую сделаем. Ну, вот у меня идет информация, что твоя защита, она работала. Вот этот кокон, это твой. И на тебя вот от этой клетки в сетке они сделали облучение. То есть она потихоньку стиралась, стиралась, но она не стерлась. То есть ты в защите был. Хорошо, давай тогда с тебя начнем. Становись. Да, встал. Хорошо. И я даю команду, на счет три, сканер начинает сканировать пространство над тобой, над твоей головой. Маски и голограммы все предстают в клетке согласно своему эфирному коду. Защиты не действуют в этой комнате. Я интерферентов пока не вижу, но я вижу, что у меня в области спины, где вот крылья прирастают, вот они как веревка связаны в этом месте. А дальше, значит, это все в клетке уже. Это веревка в клетке. Дальше от головы, где голова. Вокруг головы. Такой, как солнечный шар. Он в клетке? В клетке. Хорошо. Такой оранжевый, яркий, летает вокруг. Хорошо. И накидка. Отлично. Все в клетке, да? Все в клетке. И я даю команду, и от этих артефактов выстраиваются каналы к ответственным на счет три, один, два, три. И ответственной силой моего намерения притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Стой. Еще выше у меня есть зеленая такая же, как у тебя, сетка. И эта зеленая сетка идет в клетку тюрьмы, один, два, три. И от нее выстраивается канал к ответственному. И ответственный по всем каналам, от всех артефактов, притягивается в эту клетку тюрьмы и становится ее заложником. И ничего не могут сделать. В общем, вот этот шар, он голову как печет, да, как пек он ее. Это тоже облучение. Вера, каналы выстроились? Сейчас, подожди. Мне важнее, кто клеток. Я не могу концентрироваться. Сейчас направлюсь чуть-чуть. Хорошо. Поднимаем чистоту трехвибрации до 37 Гц. Пошел подъем. 500%. Все необходимые цвета начинает в тебя поступать. Сейчас лучше. Синхронизируется энергия, вибрация автоматически гармонизируется, распределяется по всему телу. Потесняя любую чужую энергетику, находящуюся в твоем биополе. Один, два, три. Усиливаем потоки. До последнего выдавливаем все чужеродное из твоего биополя. Если таковое есть, оно начинает формироваться в шар перед тобой. Наматывается в синие этого шара. И оно начинает быстро крутиться, вытягивая весь яд, находящийся в твоем биополе, не принадлежащий твоей энергетике. Один, два, три. Шар начинает крутиться. Да, выходит. Вот такая же энергия, как у этого шара, который в клетке. Из головы выходит. А вот он вышел, и в клетке с этим шаром смешался. А, хорошо, окей. Так, тебе лучше? Да, мне лучше. Сколько каналов у нас, посмотри. Три канала. И ответственный проявляется в клетке термия один, два, три. Да будет так. А так и есть. Все защиты активированы. Что у нас там? Демон у нас. Да ты что? Да, нижний демон. Три канала и ящер. Ящер. Дальше. Это кто? Снимаются все маски и голограммы. Представят перед первозданным виде. Проявляется ли голограмма? Нет, это гуманоид проявляется. Гуманоид. Отлично, хорошо. И гуманоид с ящером замерли в клетке один, два, три. Не могут воздействовать. Ничего не слышат. Готово. Отлично. Считай цифры над головой у демона. Двенадцать. Двенадцати герцовый. Отлично. Так, самоубийца, я тебя слушаю. Что ты здесь делаешь? Ты знаешь, куда ты пришел? Теперь вижу. Удар. Сто тысяч герц. Не пей, не пей, кричит. Подхожу, отбиваю ему два рога. Один, два, три. Влад, срежь ему рога лазером. Говорит, да, да, ты сумасшедший. Уменьшаю демона в два раза. Один, два, три. С силой моего намерения. Да будет так. Становись. Я тебя уничтожу сейчас, тварь. Ты знаешь, куда ты зашел? На свой смертный приговор. И в моих руках появляется энергия царя Соломона. Один, два, три. Хватит, хватит. Энергия входит в меня назад. Один, два, три. Что хватит? Кто тебя послал? Скажи, что хватит. Кто тебя... Я тебя ничего от тебя... Я тебя уничтожу сегодня. Кто тебя послал? Давай, говори. Я вошел сам. Я не... Перепрыгнул. Я не... От кого ты перепрыгнул? Он мне показывает, от кого. Вполне может быть. Как ты мог зайти в это тело, если оно под защитой стоит? Абсолютно. Как ты мог зайти сюда? И когда ты зашел? У тебя последний шанс. Ответ. Один неправильный ответ, я открываю галактическое ядро. Походил кругами. Он подкарауливал. Зашел сегодня ночью. После них, когда началась атака, понизились вибрации, и он заскочил. Понятно. Поехали дальше. У нас ящер стоит в клетке, да? У нас ящер. Считает цифры над головой. Один, два, три. 328. И считает... Так, и гуманоид у нас. Гуманоид откуда? Сириус. Сириус. Хорошо. И я даю команду. И насчет три. Все, кто сейчас соединены с ящером, притягиваются в клетку тюрьмы. По каналу выстраиваются каналы. Все ответственные за это деяние ящера притягиваются в эту клетку. Один, два, три. Выстраивается канал. Ответственные притягиваются силами его намерения. Я не знаю, кто это. Первый раз такое вижу. Снимаются все маски. Голограмма. Один, два, три. Сущность замерла в клетке. Ну, это что-то похожее. Сейчас скажу на цветок. Только у нее вместо лепестков такие, как движущиеся. Хорошо. Хвосты какие-то по кругу. И внутри, и внутри какая-то, ну, рот, не знаю, что это у него. Кое-что-то. Открывающийся, закрывающийся. Влад, направь лазер. Несмертельный удар на эту голограмму и сожги ее. Значит, три, один, два, три. Пока она не проявится. Проявилась. Ящер только больше. И еще один ящер. И такие у него... Ящер замер в клетке. Один, два, три. Что я такая у него? Считает цифры над головой. Как сказать? Такая какая-то плотная, как кора. Вера, слушай, пожалуйста, мои команды. Считай цифры над головой. Они тебя воздействуют сейчас? Ну, что-то есть, не могу. Отлично, хорошо. Скажешь мне сейчас... Прочитай. Считай цифры над головой. Один, два, три. Один, ноль, двадцать восемь. Отлично. Один, ноль, двадцать восемь. Это уже серьезная цифра. Хорошо. И на счет три. Я даю три мощнейших удара. Печатью семерых ангелов. Энергии света и любви отца. Один, два, три. Каждый из интерферентов получает гуманоид, ящер. И еще один ящер получает мощнейшие удары на своей чистоте. Сейчас мне лучше. И открывая над ними поток абсолютно над каждой этой клеткой. Пошел поток. Свет любви отца начинает заливать их камеры, придавливает их, расплющивает их. На полу этой камеры просят о пощаде, не могут воздействовать. Ставить защиту самое главное. Самое главное. Отлично. Влад, давай лазерный удар. Такой, чтобы ему отбило желание ставить защиту. Не убивай его только. Удар. У него вот эта шкура, она как кора, она не пропускает меня. Хорошо. Шар Атмана получается появляется в моих руках. Один, два, три. И я кидаю ему несмертельный удар. Шар начинает его давить и сжечь в этой камере. На счет три, один, два, три. Шар полетел. Знаешь, этот кара вот это? Да. А я думаю, она неорганическая. Хорошо. Ставим маячок. Зеленый, красный. Один, два, три. И какого цвета маячок? Зеленый, органическая. Красный, неорганическая. Красный. Шар Атмана входит в меня. И от этого ящера выстраивается канал к ответственному. И ответственный по каналу притягивается в клетку тюрьмы. Силой моего намерения. Да будет так. Атаки есть? Он внутри. Он внутри. Это как защита. А, хорошо. Он вышел из него? Нет. О, не вышел. Хорошо. Давай тогда сделаем следующего. Так, лазер он не любит. Влад, мы лазером его пробьем или нет его защиты? Ты мне скажи. Нет. Хорошо. Хорошо. Сделаем другое. Открываем над ним. Поток Абсолюта. Мощнейший поток любви отца. Начинает сжигать его. Защиты. На счет три. Один, два, три. Пока пепел, дым не останется от него. Пока не начнет просить о пощаде. Защита сжигается. Силы мы его намерим. На связи. Кто? Ли. Астанавливаем поток. Стоп. Ли. Приветствую. Она говорит, приветствую вас. Вижу, вы большую рыбу поймали. О, это еще. Может, притянем корабль сразу сюда? Пирамиду? Нет. Она говорит, что вы все-таки живете в матрице Земли и с вашей энергией. Может, не хватит, да? Вам не хватит сил. Она говорит, что это не так важно, что пирамида без него, она как просто пустой объект. А, окей. Мы будем забирать, Иван, говорит. Мы не готовы к таким. Хорошо. Гуманоиды тоже будете забирать? Всех тогда, да? Двух ящеров и одного гуманоида. Получается, да? Всех забирать будем. Хорошо. Ли, нам надо только быстренько вытащить все, что они оставили в биополе, и где-то через пару минут мы будем готовы. Хорошо? Она говорит, что вы уже вытащили. Вытащили. Отлично. Хорошо. Тогда, Ли, открывай канал, мы готовы. А, значит, на три клетки, так как стена открылась, с большим коридором. Такое еще не видел. На три клетки, я имею в виду, потому что у нас разделено на каждое, да? Да, на каждое. Да, конечно. И вот... Они прямо с клетки уходят? Нет. Стена открылась, и широкий коридор. И вот этого вывозят прямо с его корой, вот этой защиты, что это как роговица какая-то. Угу. Сириус этого гуманоида, он на полу у нас, и его так под руки запирает. А на полу, потому что я их потоком абсолютно прибила, да? Да. Отлично. И офигевший демон. Ящер тоже, он поврежден тоже, он как, ну, немного обгорел, что ли сказать. Ну, Ли пришла чуть раньше, чуть позже бы уже меньше было забирать. Или вовремя, скажем так. Их всех забрали, и она говорит, что вам будет дана другая защита. Благодарю, Ли. Мне еще надо будет обменяться с тобой. Пару словами рисует те перемены, которые я сейчас вижу вокруг меня. Если у тебя будет время, я тебя после работы позову на 10 минут, если не трудно. Я имею в виду эти корабли, которые летают. Она говорит, что мне не надо здесь присутствовать для этого. Свяжись со мной и отвечу на вопрос. А, хорошо, договори. Нет, я об этом и говорю, я свяжусь ментально. И она говорит, что все остальное надо уничтожить. Все остальное где? В клетке, что она ходит. А, хорошо. Все сделаем сейчас. Открывается под ним портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И все улетает до последнего микрона в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. И она говорит, что я вижу у тебя то же самое. Да, конечно. Поэтому я могу их вытянуть сейчас. Я только хотел спросить. Это они? Она говорит, что у тебя то же самое. Это они. И интерферентов не будет, так как мы их забрали. Не притягивай. Но вытащи себя. Все понял. Сейчас сделаю. Благодарю Ли. Весь яд. Если что-то попало. Потому что защита сработала твоя. Она уменьшалась, но ее не пробили. Благодарю Ли. Благодарю. Сердечно. До встречи. Все, неужели у меня носки от демона? Ох, демон. Я тебя сегодня точно сожгу. За три часа ты носки еще... Демон, ты видел сегодня, что происходит, да? Ты понял, теперь куда ты попал? Говорят, что я не могу к ней подойти снять. Да, ты точно не сможешь вообще никуда уже подойти. И силами его на мере я снимаю сферу эти носки. Они зависают в воздухе. До последнего микрона вся энергетика демона выходит, накручивается на эти носки. Один, два, три. Зависает в воздухе. Наматывает все нити, все оставшиеся энергетики от демона. Все выходит. Кстати, накидочка, это его, она в клетке. И накидочку ты накинул, да? Паразит. И одевая накидку на него, силами его на мере, один, два, три. Одевая на него носочки, один, два, три. Да. И включай. Все, на полную мощность, 200% пошла энергия. Паразит. Я тебе сегодня такие носочки одену, на всю жизнь запомнишь. Отпусти меня, он говорит. Слышишь, ты паразит, ты пришел ко мне. Что значит отпусти? Ты захотел с Верой поиграться, вот она сейчас с тобой будет играться. Говорит, ошибся по незнанию. Да никакое незнание в вашем мире уже все знают. Каждый черт уже знает, кто мы. Каждый бес знает, кто мы. Каждый демоняка серьезного уровня знает, кто мы. От десятого уровня уже знает. Кого ты обманываешь здесь? Нет, от тебя толку нет, буду тебя уничтожать. Надоел ты мне. Достаю свой демонический пистолет на счет 3-1-2. Говорит, пусть она решит. Что она решит? Хорошо, Вера, как ты решишь? Отпусти его. Ты хочешь, чтобы он к тебе опять пришел? Он не придет, клянется. Чем он клянется? Рогов нет уже, клясться нечем. Отпусти его. А если были бы рогами, поклялся? Кивай. И на счет 3. У него вырастают рога, те точно такие же, которые были. 1, 2, 3. Рогами клянется. И возвращая его размеры, 1, 2, 3. Лучше смотреть буду, говорит. Надеюсь. А я тебе еще скажу больше. Когда придешь домой, расскажи об этом в своем мире. Хорошо? Да, да, так и сделаю. Хорошо. Готов уходить? Да, он готов. Это было последнее предупреждение. Открывается внизу портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Все, что с собой принес, уходит вместе с ним на его чистоте. И став огненную пентаграмму. Готово. Отлично. Вера синхронизируется. У тебя энергия вибрации гармонизируется. Распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Я посчитаю от одного, от трех и найди меня. Мою тонкую копию. 1, 2, 3. Что-то меня давит. Как у лошади на шее вот это ярмо. Нашла? Или мешает? Да, нашла. Хорошо. И на счет 3 я выхожу из своего биоробота. 1, 2, 3. И на счет 3 выходит все, что находится еще в моем биороботе. Копии, голограммы. 1, 2, 3. Становится рядом. Найди все каналы, которые ко мне подключены. На счет 3. 1, 2, 3. У тебя вот на шее, то есть тонкая копия стоит рядом со мной. А физическое тело у него на шее как лосо, я бы сказала. Вот. Хорошо. Как мне это лосо снять с физической копии и забрать с собой? Блин, отец на нас забрать. И как они могли вообще на физическую копию поставить лосо? А давай проверим теперь еще раз. Вообще все место. Хорошо. И на счет 3 снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Фантом предстоит перед тобой в первом. В данном виде снимаются все маски. Может, это просто картинка мне показывает, как это проще видеть. Потому что тебя я вижу вот в своей защите в коконе. И ты там как эмбрион. Так, и что будем тогда поднимать наверх? Я никак не пойму. Тонкая копия рядом со мной стоит. А у кого лосо на шее? Ну, это как сбоку картинка идет. А, понятно. Это все. Это тебе показало ненависть? Я даже вижу, кто ее держит. Кто? Буманоид. Отлично. Хорошо, Вера. Давай, поднимайся. И на счет 3 перемещаемся. Защищаем меня защитным потоком из высоких энергий Абсолюта. 1, 2, 3. И перемещаемся вместе с твой корабль. 1, 2, 3. И на счет 3 переносимся в нейтральную зону млечного пути. 1, 2, 3. В дороге становимся невидимы. 1, 2, 3. Полетели. Я ему сегодня одену эту веревку. Снимается все маски и голограммы. 1, 2, 3. Когда мы летим? Мы летим в нейтральную зону млечного пути, Вера. Тебе мешает тоже? Нет, я просто рассматривала тебя. Что у тебя, во-первых, дрон, где? Дрон валяется рядом, и у тебя опять стоит как сетка, но только она не в виде сетки, а полностью, как кусок материи сверху, как палатка, тент какой-то у тебя сверху. О, хорошо. С настроения. И вот если я все это убираю, вот тогда я тебя вижу. Ну, грубо говоря, как ты сидишь, и у тебя вот эта веревка явно тогда видно на шее. Хорошо, Вера. Меня это немножко пугает, когда я тебе говорю, полетели, ты мне начинаешь рассказывать такие вещи. Мы вообще летим или стоим? Мы летим. Но я хочу сказать, что я все это собрала. Да, мы здесь. Поднимай. Вибрации в комнате до максимальных. Хорошо, Вера, давай тогда начнем, пока я не задохнулся здесь. Я в сканере, да? Да. Как очистимся, выходим из водопада. У меня фата какая-то длинная. У-у-у. С красным отливом. Замуж собралась. Как накидка. Замуж собралась, да. Еще этого не хватало. Сейчас посмотрим на жениха. Хорошо. Отлично. Так, давайте заправлять ли тебя энергиями? Нет, не надо. Не надо, это будет бессмысленно. Давай с тобой разберемся. Давай, хорошо. И на счет три. Я даю команду сканеру. Сканер начинает сканировать. О, сердце начинает колоть, зараза. И на счет три. Сканер начинает сканировать все семь моих тонких тел на всех частотах. Летку тюрьму. Они становятся нашими заложниками. Один, два, три. С силами его намерения. Да будет так. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел. Ты знаешь, сними это лассо у себя. И силами его намерения я снимаю это лассо. Один, два, три. Оно отправляется в клетку тюрьму. Что у меня в сердце, Вера, посмотри. Вот это двадцать иголок туда вошло. Четыре, один. И он через все тела по магисканеру вытащит его. И силами его намерения. Я вытаскиваю это четыре. Семи моих тонких тел. Один, два, три. Он выходит безболезненно. Зависает в воздухе. Безболезненно выходит. И зависает передо мной в воздухе. Вместе с ним выходит вся негативная энергетика. На частоте этого штыря. Один, два, три. Весь яд. Все, что выходит, пошло полнейшее отторжение моей энергетики. Вслед за штырем она выходит. Вылетает. Зависает в воздухе. Наматывается на этот штырь. Готово. Уже легче. Хорошо. Так. И отправляем штырь. Там, где лассо висит. Один, два, три. В эту клетку. Один, два. Пошли дальше. Сканер начинает сканировать. Дальше продолжает. У тебя тоже фата. Только короче. И силой моего намерения. Я эту фату снимаю. Отправляю в клетку, где находится лассо. И этот штырь. Один, два, три. Вера, давай с тебя сниму фату. Она мне не мешает. Сними. Я думаю, у меня другое может что-то. Потому что она с красным каким-то. Цвет красный. Согласен. Согласен. Если она просто тебе, я подумаю, может она тебе мешает. Поехали дальше. Смотри, у нас Лиза комната. И у нас притянулась пирамида. От гуманоида. У нас кто в комнате? За комнатой все это. Пирамида притянулась? И Ли притянулась, да? Или кто? Не, Ли она наблюдает за всем этим. А пирамида, она притянулась к гуманоиду, который лассо держал. А он в клетке находится, да? Ну да, да. О, отлично. Хорошо. Очень хорошо. Так, кто у нас еще? Посмотри, сколько канала, Вера. Мне уже намного легче. Ну, два канала. Один гуманоид, а другой вот к этим ко всем артефактам идет. Хорошо. И я даю команду. И от всех этих артефактов, силой моего намерения, выстраиваются каналы к ответственным. Все ответственные по цепочке. Если это голограммы, выстраивается автоматический канал к ответственному последнему. И вся цепочка ответственных сил, моего намерения притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Ну, в общем, смотри, получается, что ответственные в этой пирамиде, которая притянулась. Это он? Там информация идет, что там два ящера в клетку, они не притягиваются, притянулась вся пирамида. Это все идет от гуманоида. Отлично. То есть гуманоид наняли они. Ящеры. А ящеры находятся на... Они в пирамиде, они притянуты, но они за нашей комнатой. Гуманоид, я тебя слушаю. Чего ты пришел? Они отвечают? Мера. Чего он пришел? За тобой пришел. Они его наняли, ящеры. А, понятно. Ловец душу. О, отлично. Удар сто тысяч герц. Пошел удар. И направляя на него щит семи архангелов, печати семи архангелов, посылаем мощнейший поток света, сжигая всю его защиту. Один, два, три. Пошел свет. Он какие-то вибрации создает. Отлично. Влад, а ну дай лазером и сожги эти все его вибрации, не убивая его. Сожги его защиту так, чтобы он отлетел в сторону. Один, два, три. Удар лазером. Твой лазер, кстати, может работать не только как, но вот сейчас он как веер. То есть у него лазер такой, как веер. И он полностью вот эту клетку, где гуманоид, каким-то зеленым светом делает. А, он может и расширяться. Делает, да. Отлично, Влад, молодец. И полностью вокруг сжигает его. Все, усиливаем мощность лазера. Как уничтожает, в общем, как наш сканер, который уничтожает достаточные энергии, чипы, да, какие-то, что-то. Вот так же работает твой лазер, он уничтожает. То есть он может работать в разные стороны, расширяться. Я понял, Вера. Хорошо. Что происходит? Защиту его сожгли, его вибрации. Вибрации ушли или? Уничтожены, да. И как, что он делает? Стоит еще, да? И удар, 100 тысяч герц. Откинуло. Вот, хорошо, встал еще раз. Итак, я тебя спрашиваю, паразит, что ты пришел в мое биополе? Ну, он пришел, он как-то руками так это все объясняет, что он пришел за твоей душой. И чтобы отдать ее ящерам. Отлично, хорошо. А я пришел за твоими костями. За твоей шкуркой. Ты готов сейчас уйти в галактическое ядро, паразит? Ли смеется. Ли, не портите мне мой сценарий, пожалуйста. Итак, ты готов, паразит, или нет? Она говорит, ты, конечно, можешь поиграться, но заберем его мы. Так же, как всю эту пирамиду. А, о, я только хотел спросить за пирамиду. Все, Ли, давай, тогда не буду тратить твое время. Благодарю тебя за визит. Что-нибудь надо еще? Я сейчас Веру хотел почистить. Может, еще что-то вылезет? Или это от него же? Да, я сожгу все. Она говорит, посмотрите сами и уберите из клетки все, что есть. Все поняли. Сбросьте. Хорошо. И все, что находится, все, что он принес, все эти артефакты, которые мы вытащили, силами его намерения, на счет три открывается внизу портал в галактическое ядро. Один, два, три. Она все улетает в галактическое ядро. Закрывай, печатаю, растворяй. Включаем фиолетовые высоковибрационные лучи и вытесняем всю чужеродную энергетику, которая могла остаться от этих артефактов. Хорошо. Дальше. Она говорит, что пирамиду мы забираем с ящерами. Вот они удивятся. Гуманоиды. Не, они знают уже. Они как притянутые. То есть они уже все, да? Гуманоиды, а они притянутые как магнитом. А как они дрон могли выключить, Ли? Вера говорит, что они уничтожили. Они уничтожили, понятно. Еще она говорит, что твой лазер, он работает так же сразу на вызов. Во-первых, почему ты с ней сразу не связываешься, когда что-то чувствуешь. Во-вторых, у тебя есть кнопка моментального как общения или что-то такое, ну как сос, да, кнопка на лазере. То есть ты ее можешь визуализировать. Хорошо, понял, вижу уже. И дрон его надо активировать тоже. А как он активируется? Связаться с тобой должен. То есть ты должен телепатически с ним связаться и установить его именно на охрану. Чтобы если что-то приближается к тому, то он сообщать должен нам. Понятно, хорошо. Если кто-то в обход идет, ну в обход как технологии меняются, если что-то придумывают, нанимают вот таких вот ловцов душа или еще что-то в обход дрона как-то, он может проскакивать. Сразу связывайся со мной телепатически. Все понял. Хорошо. Ли, как меня сейчас активировать? Я могу его активировать? Потому что он вообще поломан или мне надо его только запрограммировать? Другой этот забрали уже. Хорошо. Тогда я завтра запрограммирую свой дрон или сегодня вечером? Когда лучше? Вечером. Вечером. Если спустишься, тогда и сделаешь сразу. Все. Хорошо. Установлю контакт, запрограммирую его, чтобы он автоматически сообщал. Он защищает меня или он только сообщает? Он защищает. И если что-то, нападение идет, он должен сообщать. Все. Но также у тебя есть кнопка на лазере. И также у тебя есть телепатическая связь. Благодарю, Ли. Я себя чувствую великолепно благодаря такой защите. Примите мою энергию благодарности вместе с Верой. Спасибо. Отличная работа. Мне очень приятно с вами работать. Она говорит, что она открывает сейчас портал, чтобы забрать. Не портал, а дверь, чтобы забрать его. Хорошо. Ждем. Она спрашивает, готовы мы или нет. Мы всегда готовы. Галка не успел спросить, когда он мне накинул эту накидку, и как он вообще просочился. О, Вера, все прошло сразу. Она говорит, что с этим мы будем разбираться. Они его вытащили. Благодарю. Мы тогда закрываем все. Да, готово. Отлично, Вера. Мы можем дальше работать? Да. Спасибо. Хорошо. И давай остановись в сканер. И я даю команду. Сканер на счет три. Начинает сканировать все семь тонких твоих тел. Так, вам план-то в клетку-тюрьму. И по этим каналам все ответственные притягиваются в клетку-тюрьму. Один, два, три. У меня вот это вот как накидка. Тебе идет. Тебе идет. Красиво. Это дракон. Красный дракон. Да ты что. И у меня по делам от него какие-то красные капли везде. Отлично. Хорошо, Вера. Значит, один канал, да? Да. И силой моего намерения сейчас я вытаскиваю все, что установил дракон в твоем биополе. И оно выходит, зависает в воздухе. Безболезненно выходит из всех твоих семи тонких тел. Значит, три, один, два, три. Начинает наматываться все в клубок. Из тебя выходит и отторгает все энергии дракона. Один, два, три. Пошло отторжение энергии. Полнейшее отторжение. Вся чужеродная энергия дракона выходит. Зависает в воздухе. Твое тело остается кристально чистое от энергетики дракона. Один, два, три. Готово. Отлично. Что там вышло, Вера? Покажи. Расскажи, Вера. Ну, накидка у нас, вот это как фата, такая длинная, в клетке. И красный шар от него энергии. Хорошо. Под этим красным шаром открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Он улетает в галактическое ядро. Закрывай, отпечатай, растворяй. Фата остается. Готово. Хорошо. Так. Красный дракон, да? Красный. Считай цифры над головой. Один, два, три. Восемьсот пять. Восемьсот пять. Хорошо. Как он себя ведет? Просто сидит. Красный дракон. Просто сидит, просто. Удар. Сто тысяч герц. Один, два, три. Удар. Он как-то кряхтится и согнулся. И достаю печать дракона. Один, два, три. Включаю на полную мощность. Как кто-то начинает. Хорошо. Уменьшает дракона в два раза. Один, два, три. Силам его намерения. Да, будет так. Атаки есть. Он бьет сильно сейчас вес, когда меньше. И его проблемы. Стоп. Задаю вопрос, что ты делал, паразит, в этом теле? Как ты осмелился сюда зайти? Кушать энергии сошел. Да? И как ты мог пробить защиту? Я слушаю. Он не отвечает, да, Вера? Ну, он показывает как-то, что он с огромной скоростью. Как ты, паразит, мог пробить ее защиту? Я тебя спрашиваю. Если ты мне не дашь сейчас ценной информации, я тебя сожгу здесь. С огромной скоростью влетел ночью. Сон, что ли? Как ты мог войти туда, где прочитан был манифест? Где были объявлены законы мироздания? Ты что, из себя Творца решил сделать? Ты решил себя поставить над законами мироздания? Ты забрал у человека право распоряжаться своими собственными энергиями, вибрациями. Зашел паразит в ее биополе. Я слушаю. Говорит, я больше не буду. Да нет, ты уже все. Ты уже все пришел. Ты уже больше не будешь. Надо было раньше думать. Ты видел. Вера, я не пойму, в твоем биополе не было активировано печать дракона? Ну, видимо, не было. Дракон был? Я вчера не активировал. Вера. Дракон, если бы была печать дракона, ты бы зашел туда? Нет. Хорошо. Возвращаю тебе твои размеры. Один, два, три. Сетка снимается, идет в клетку ко всем артефактам, где там все находится. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Один, два, три. И улетает все артефакты в галактическое ядро вместе с этой. Все, что он принес со всей энергетикой, туда все уходит. Закрывай, печатай, растворяй. Так, дракон, ты на миллиметр сегодня прошел, так сказать, по краю пропасти. Даже какая бы ни была энергетика, беги от нее, если ты ее увидишь. Да, понял. Готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Один, два, три. Дракон уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Один, два, три. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Один, ноль в пользу дракона. Хорошо, Вера, поехали дальше. Мы сейчас закончили чистки наши? Да, закончили. Давай еще я себе дам команду. И если в моем биополе еще осталась какая-то чужеродная энергия, остатки яда от интерферентов, которые находились, отравляли мое биополе, силы мы его намерены начинают выходить и начинают его отторгать. Оно формируется в серый шар передо мной, начинает наматываться. Все до последней ниточки выходит. Наматывается на этот клубок. Все негативное выходит. Все, весь яд. Все патогенное. Бесцветное вышло. Все-таки чувствовал, что-то есть. Хорошо, открывается внизу портал в галактическое ядро. Один, два, три. Это улетает в галактическое ядро. Один, два, три. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Фух. Вот сейчас, как помолодел на 10 лет. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok